Более трех миллиардов рублей направят аграрии Кубани на ремонт сельхозтехники. О чем еще говорили на краевом совещании, расскажет Роман Габарец. Армавирцы написали большой этнографический диктант. За ходом всероссийской акции в нашем городе наблюдала Ирина Чубина. Лучшие кинологи России служат в Армавире. Историю со счастливым концом послушала и записала Юлия Чернышева. Осенние каникулы на ТНТ провели школьники. Как это было, расскажет Анна Мельченко. Состояние зеленых зон и постановка уже имеющихся территорий на кадастровый учет. Эти темы стали главными на совещании, которое прошло в администрации Армавира. Его участниками стали депутаты законодательного собрания Кубани, курирующие данную работу в краевом парламенте, а также представители региональной и городской администрации. На совещании отметили, что Армавир сегодня является самым зеленым городом Краснодарского края. И что немаловажно, все территории муниципалитета, занятые зелеными насаждениями, поставлены на государственный кадастровый учет. В связи с тем, что город Армавир единственный оказался муниципалитет, который прирастал зелеными зонами, единственный муниципалитет, который во многом удалось сохранить те парковые территории, которые были усилиями целого ряда руководителей города, которые были, Это, конечно, и Джунгулат Хизирович, и Андрей Юрьевич, который, собственно, подхватил эту традицию. Андрей Болдин также добавил, что сегодня в крае по поручению губернатора ведется активная работа по предотвращению сокращения зеленого фонда. И в Армавире накоплен большой положительный опыт по строительству зеленых зон. Способствуют этому и два крупных предприятия, расположенных на территории города. Это озеленители, совхоз декоративных культур имени Плохова. Кроме этого, с 2011 года в Армавире ввели запрет на возведение в парках и скверах объектов капитального строительства. Запрещено строительство или реконструкция, если не будет принято такое решение депутатной армавирской городской дуны. После совещания комиссия побывала в армавирских парках и скверах. К концу этого года в городе построят еще три сквера и откроется обновленный городской парк отдыха. Масштаб работ впечатлили участников выездного совещания. Было отмечено, что легкие города в надежных руках. Об этом говорят статистические данные. С каждым годом Армавир прирастает новыми скверами. При их строительстве городские власти учитывают и мнение армавирцев. Марина Бартенева, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Организацию подготовки сельхозтехники к весенним полевым работам обсудили на краевом совещании в Новокубанске. Заседание провел министр сельского хозяйства и перерабатывающий промышленности Краснодарского края Фёдор Дерека. Аграрии Кубани в 2017 году успешно провели все сезонные полевые работы. Во многом это стало возможным благодаря внедрению в производство передовых технологий и использованию современной технической базы. Только с начала этого года огранируем приобретной сельхозтехники оборудование за 8 месяцев почти на 11 миллиардов рублей. Для сравнения в 2016 году за один календарный год было приобретено на сумму 10 миллиардов рублей. Сейчас, в осенне-зимний период, важно провести смотры и готовности, внутрихозяйственные районы, по необходимости провести работы по ремонту и восстановлению. Председатель Совета Новокубанского района Евгений Шутов рассказал о структуре сельхозпроизводства в границах муниципального образования. Назвал лучшие предприятия, составляющие визитную карточку Новокубанского района. На территории нашего района сохранилось 12 крупных сельхозпредприятий. Обрабатывается 80% всех земель Новокубанского района именно крупными сельхозпредприятиями. Это, естественно, дает определенный результат, потому что в крупных предприятиях все равно более высокие урожаи, более качественные технологии обслуживания, обработки земли. В фойе работали площадки компаний. Они представили аграриям самые новые технические разработки. В данном случае я представляю технику Гомсельмаш. Это зерноуборочные комбайны и кормоуборочные комбайны. Аграрии на Кубани могут приобрести эту технику по программе Росагролизинга, по программе софинансирования правительством Белоруссии через Бирбанк и также воспользоваться теми субсидиями, которые предоставляет Российская Федерация для сельхозпроизводителей. Глава Минсельхозкрая ознакомился с выставкой сельхозтехники, приборов, оборудования, заводов-изготовителей, которое проходило в госучреждении «Кубанская МИС». На площадке своей разработки участникам совещания представил новокубанский предприниматель Леонид Мичкало. Государственные испытания систем «Спринт» успешно прошли на комбайнах «Дон», «Нива», «Вектор» и «Акрас». Учебный центр организован в Кубанском сельхозинституте на кафедре сельхозмашин. Эта система демонстрируется в течение пяти лет. С 2004 года так и в мире не появилась альтернатива. Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края вместе с главой Новокубанского района посетили строящийся молокоперерабатывающий завод в городе Новокубанске. Мощность нового производства рассчитана на переработку 80 тысяч тонн молока в сутки. Гости побывали и на сахарном заводе, осмотрели технологическую линию самого сладкого производства, побеседовали с руководителем и оценили урожай сахарной свеклы, который продолжает поступать на территорию завода. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей Армавира. Армавирцы приняли участие во Всероссийской культурно-просветительской акции «Большой этнографический диктант». Быть старше 15 лет и владеть русским языком – больше никаких специальных требований. Проверить свои знания о традициях, культуре и истории народов России мог любой желающий. Сегодня очень важно, чтобы все жители России знали этнографическую карту своей страны, знали все народы, которые проживают на территории Российской Федерации, но и все те территории, которые входят в состав нашей великой страны. И сегодня по решению президента Российской Федерации во всех городах, крупных городах и районах различных краев, областей проводятся этнографические диктанты с целью повышения знаний жителей данных районов, в том числе самое важное повышение знаний молодежи о этнографии, о географии нашей страны. В Армавире площадкой для проведения «Большого этнографического диктанта» стал Армавирский государственный педагогический университет. В этом году мероприятие прошло особенно масштабно. Проверить свои знания в области этнографии захотели более 300 армавирцев. В основном, конечно, участниками становятся молодежь, для того, чтобы в первую очередь молодежь знала о тех основных событиях, о тех основных национальностях, которые проживают на территории России. Но и любой желающий, неограниченная возрастная категория, может пройти и проверить свои знания. Также свои знания можно проверить в сети интернет, зайти на страничку и пройти данный диктант. Кстати, диктант – название условное. На самом деле это тест, в котором 20 вопросов одинаковые для всей страны, а 10 – с региональной спецификой. Основной задачей такой акции является не столько проверка знаний, сколько привлечение внимания населения к своей истории, географии и этнографии. Официальные результаты диктанта объявят ко дню Конституции – 12 декабря. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Альма знает наперед, кто взрывчатку где несет. Чуткий нюх и быстрые лапы собаки особого назначения – заслуга не только природы, но и ее главного тренера и наставника Талгата Смаилова. Я изначально приучил ее к игрушке, игровой метод у меня, приучил к игрушке, потом постепенно начал ее прятать, чтобы она ее искала, подавать команды одобрительные, поощрительные, чтобы она проявляла интерес к этому. Она в итоге начала искать игрушку, потом с этой игрушкой постепенно я начал вводить тротил, имитаторы тротила, чтобы она совместно с запахом игрушки находила постоянный запах тротила и постепенно переключал ее на тротил. Вместе они не раз доказывали на всевозможных соревнованиях различного уровня, что первый среди лучших служит в армавирском спецназе. А недавно в их руках и лапах оказалась крупная награда – кубок и медаль за первое место на первом чемпионате войск национальной гвардии по многоборью кинологов среди специалистов с минно-розыскными собаками. Состязание проходило в подмосковной Балашихе, за главный приз боролись более ста специалистов из всех округов войск национальной гвардии. Кроме того, попробовать свои силы приехали и военнослужащие внутренних войск Республики Беларусь. Участники разделились на две категории – патрульно-розыскные и минно-розыскные группы. Нашим конкурсантам Талгату Смаилову и Альме предстояло продемонстрировать все свое мастерство в борьбе за победу. С каждого округа приехали три специалиста минно-розыскных собак, соревновались в поиске взрывчатых веществ в транспорте, в жилых и нежилых помещениях, в сумках, в ручной кладе, в поле на дороге, везде, где возможно заложить взрывчатое устройство. Мы с собаками отрабатывали эти нормативы. В категории минно-розыскная группа армавирцы оставили далеко позади более трех десятков конкурентов, набрав максимальное количество заветных баллов по всем четырем этапам конкурса. Альма еще та дама с характером, шутит инструктор кинологической группы спецназа Вятич Талгат Смаилов. Но она еще ни разу не подводила ни по службе, ни по дружбе. Вместе они уже начали подготовку к следующему чемпионату войск Нацгвардии по многоборью кинологов, который пройдет в следующем году. Юлия Чернышова, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. В нашем городе прошел торжественный концерт, посвященный Дню Народного Единства. Праздновать начали за день до официальной даты – 3 ноября. А местом проведения стал Армавирский театр драмы и комедии. Открыли праздничную программу творческие коллективы города. Народные танцы и патриотические номера юных талантов нашли отклик в сердце каждого зрителя. С теплыми словами поздравления к Армавирцам обратились первые лица города. Я уверен, что история этого праздника близка каждому Армавирцу, каждому горожану и уважаемым ветеранам, которые присутствуют в зале, и представителям молодежи, которые также здесь сегодня с нами. Каждому, каждому Армавирцу и в XIX веке, и в XX, и теперь уже в XXI, на протяжении ни одного столетия, Армавирцам, как представителям удивительного многонационального города были близки традиции. За его помощь, добра соседства, стремление протянуть руку нуждающемуся в этой помощи, и, конечно, порадоваться за успехи соседа. Это наш с вами праздник. Когда народ един, он непобедим. Исторические события русского народа подтверждают эту неоспоримую истину, что отметил в своем выступлении председатель Армавирской городской думы. Россия – великая страна, потому что в ней живет великий народ, и этот народ олицетворяет себя как единое целое, как плоть от крови, плоть кровь от крови, как наша общая земля, наше общее прошлое, наше общее, настоящее и, самое главное, наше общее, я уверен, прекрасное будущее. Разрешите еще раз в лицах депутатского курса поздравить всех нас с этим замечательным праздником, потому что этот праздник еще раз нам говорит, что мы – великий многонациональный народ, который способен на самые прекрасные, великие и добрые свершения. Праздник вам, дорогие мои. Спасибо. Отмечу, что государственный праздник – День народного единства отмечается в России с 2005 года. В очередной раз в преддверии 4 ноября на сцену нашего многонационального города вышли председатели всех народных общин. Они представили собой единение всех конфессий и взглядов населения нашего города и поздравили присутствующих с этой важной датой. Ну а в продолжение праздника – слово молодежи города. Творческие коллективы приготовили немало ярких и красочных подарков для всех присутствующих в зале. Каждый творческий номер, несомненно, пришелся по душе зрителям. В них артисты постарались выразить всю широту народной души и силу его единения. А под зажигательные звуки лесгинки в исполнении юных джигитов трудно было усидеть на месте. Праздник продолжался, и впереди у зрителей было еще множество ярких и зажигательных номеров. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. ТНТ «Армавир» и «Твои новости» представляют проект «Осенние каникулы». Информационный партнер проекта «Металлобаза Югсталь Ресурс». До окончания «Осенних каникул» остается совсем немного времени. И каждому школьнику, конечно же, будет что рассказать, как он провел эти деньки. Кто-то отдыхал у бабушки, некоторые путешествовали с родителями. Мы же вас познакомим с мальчишками и девчонками, которые попробовали себя в роли настоящих журналистов. Писали сценарий сюжета, работали на камеру, брали интервью, озвучивали новостные сюжеты, работали в одной команде с профессиональным оператором и опытным журналистом. Вот что делали наши герои во время каникул. Итак, знакомьтесь, Маша Гнатык. Ей предстояло отправиться в дом Савы Дангулова на уникальную выставку под названием «О чем думает бесконечность» фотографа Романа Кацебе. Удивительные образы, маски, неповторимые штрихи и детали. Все это можно увидеть, работа фотохудожника. Маша не только познакомилась с творчеством креативного автора, но и отлично справилась с достаточно трудными задачами. Результат, как говорится, налицо. Интересный и содержательный сюжет, где зрители смогли узнать много интересных фактов и окунуться в мир необычного искусства. Следующий день для школьников-журналистов был не менее интересным и познавательным. Ведь согласитесь, увидеть самые знаменитые шхуны, корабли и каравеллы, причем в одном месте, это, скажу я вам, большая редкость. А вот Ксении Ильичевой удалось познакомиться и с «Черной жемчужиной», и с «Наутилусом» капитана Немо, и даже с египетской папирусной лодкой «Ра». 170 парусников, подводных лодок, броненосцев, сделанных кисловодским мастером Анатолием Токовевым, были представлены в Краеведческом музее на выставке «В нашу гавань заходили корабли». Именно они-то и вдохновляли школьников поучаствовать в интересном проекте. Каждый ребенок Армавира может получить свой корабль, для этого надо участвовать в конкурсе рисунков. Победитель, как вы догадались, получает главный приз – корабль в бутылке от известного мастера Анатолия Токарева. Надо сказать, что в конкурсе принимало участие большое количество армавирской ребятни. Третий день на телевидении для юных корреспондентов также был наполнен яркими красками и впечатленными. Кстати сказать, в роли журналиста в этот день выступал представитель сильного пола – Александр Калиниченко. Ему выпало быть спортивным корреспондентом. Традиционное первенство детской спортшколы по легкой атлетике проходило в течение нескольких дней в Армавире. Трек на дистанцию в 30 метров и прыжки в длину. Эти два вида легкой атлетики открыли соревнования. Всего же турнир проходил три дня – с 1 по 3 ноября. В заключительные соревнования вошли еще и прыжки в высоту, а также толкание ядра. Юный корреспондент познакомился как с наставниками спортсменов, так и с участниками состязаний. А также воочию убедился, каким нелегким трудом достается победа. Кстати, спортивным журналистам удалось побывать не только одному Александру Калиниченко. Александра Лобанова с этой ролью тоже справилась на отлично. Мало того, юный корреспондент познакомилась со всемирной знаменитостью. 2 ноября юные спортсмены встретились с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым. Он поделился с ребятами секретами своего спортивного мастерства. На сборы в Армавирской школе самбо и дзюдо прибыло около 350 ребят со всего юга России. Во время осенних каникул это хорошая возможность улучшить свое мастерство, получить новый опыт и пообщаться со сверстниками. Такие сборы проводятся в нашем городе уже в третий раз. Пожалуй, самым значимым событием мероприятия стал мастер-класс олимпийского чемпиона Беслана Мудранова. Он показал ребятам свои знаменитые приемы борьбы. При этом спортсмен отметил, что нет никаких секретов успеха. Все дело в усиленных тренировках и воле к победе. Вот так интересно армавирские школьники провели осенние каникулы. Кстати, проект осенние каникулы уже стал традиционным. В этом году холдинг «Амедиагрупп» проводит его в третий раз. Уникальный проект уже успел полюбиться телезрителям и завоевал их сердца. Анна Мельченко, Александр Калиниченко, Мария Гнатык, Александра Лобанова, Ксения Ильичева, Александр Жирелеев, Александр Пензев. Служба новостей «Армавира». Информационный партнер проекта «Осенние каникулы» – металлобаза «Югстальресурс». Металлобаза «Югстальресурс» на рынке услуг пользуется большой популярностью. Предприятие предлагает широкий ассортимент металлопроката. Кроме того, в наличии имеются пиломатериалы различных размеров. Помимо всего прочего, здесь можно приобрести новороссийский цемент марки 500. Кстати, металлобаза осуществляет доставку продукции по городу и близлежащим районам. А еще здесь действует гибкая система скидок. Работает «Югстальресурс» без выходных с 8 до 18.00 в «Армавире» по улице Воровского, 63. Телефон 8-861-37-5-75-77. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова